Вообще здорово, она реагировала классно, там что-то смеялась, там даже руки не отнимала. Ну что-то раз, так плечом повевали, раз, чуть назад, потом вперед. В какой-то момент я понял, что, блядь, я ебать не хочу. Блядь, просто не хочу. Любимый историк. У нас все сегодня, все, короче, все такие, да. Все, кто встречался, все не хотят ебать, ребят, ну. В какой-то момент они понимают. Вон с венгром, короче, вам надо вместе, блядь. Как это понятно стало, Паш? Блядь, вот я не знаю, просто вот, да я не ебать. А, ну, ты ее целовал? Ну, в шею только вот сюда. А тебе было приятно ее целовать? Ну, блядь, я не знаю. Нет, ну давай подумаем. А она как реагировала? Ну, как бы ничего нет, она ни туда не дернулась. А ты бы хотел ее просто в голову поцеловать? Блядь, нет? Суши. Нет. Блядь, хотел тебя подловить. Почему нет? А как ты понял, что ты не хочешь заниматься? Суши сексом? Че-то, блядь, мне что-то где-то стало, значит, неприятно. Я не помню. Общение неинтересно оказалось. Нет, общение прикольное было. Я, конечно, понимаю, что-то не на камеру. Она тернула или что, чувак? Что может быть неприятного, блядь? Что? У меня оказался член. Да хер знает, блядь. Она рыжая какая-то. А до этого, блядь, а до этого как? Че такое рыжая с этими, короче, с веснушками? А я такой, не, серьезно. Юля, это был ты. Спасибо, что не стал меня ебать, блядь. Мы вчера вас просто ходили, проверяли, блядь. Переодетый, блядь. Случайно спалился, короче. Это точно так, Паш, или просто... Ну, честно, не стал. Блядь, ну, противно, короче, не стал. Я почувствую, мне какое-то противно. То есть общаться прикольно, но я не хочу с этой женщиной заниматься сексом. Только из-за вот этого, да, Юлю? А у венгры там похоже на эту подругу, там, у тебя, что еще? У кого какие-то там вещи-то, блядь? То есть смотри, давай, Паша, объективно, если бы она загнулась в коленную, локтевую позу... Я сейчас знал этот вопрос, короче. Ну, хороший вопрос. Мужчины, здорово, секунду, внимание. Информация следующая. 20 сентября стартует тренинг-практика, практический тренинг, где буду я, еще два тренера и еще, как минимум, четыре саппорта. И мы будем бегать с вами в полях, заниматься исключительно практикой. То есть мы будем внедрять те упражнения, которые вы получите в теоретическом формате, видя видео на свою электронную почту заранее. Это уникальный продукт, на самом деле. Вот недавно прошел такой же, аналогичный. Очень понравилось мне, как он зашел, как люди были довольны, какой выхлоп. Поэтому я решил повторить еще один раз в этом году это сделать. Потом уже некогда будет этим заниматься. Итак, 20, 21, 22, 23 сентября. Четверг вечером уже будет практика. Пятница, суббота, воскресенье с утра до вечера. Будем заниматься только практикой. Записывайтесь, места ограничены. Желающих на самом деле немало, поэтому успевайте бронировать себе место. Ссылка для записи под видео. Кому надоела реклама, отпишитесь нахер. Павел, заходите. Ты бы сказал нет. Смотри, если... Боже, как я сижу еще. Если абстрагироваться от этого... В целом она симпатичная. Жопа у нее классная. А есть фотка, кстати, у нее? Есть фотка ее? Покажи фотку. Да, в WhatsApp должен быть человек. Я нет, в России фотки нет. Ее фотографии есть? В Viber. В Instagram. В Viber. Скорее всего, в WhatsApp. Сейчас у тебя тут пацаны... Давай номер сейчас кто-то запишет и у себя на телефоне проверит. Вот так пиздоболов выкупаем. Ради бога. Ну, понимаешь, чаще всего человек боится зайти дальше, потому что думает, ну, как бы все так классно, так не хочется сейчас огорчаться, чтобы сейчас обломалось. И, наверное, и не буду. И вы не пробуете, поэтому, конечно, ничего не получается. А потом сами себе, ну, как бы и всем остальным пытайтесь напиздеть, что, ну, как бы у нее плечо, там, не знаю. Однокурсница, однокурсница, там, да, блядь. Чувак, да? Ну, у вас, конечно, уже у каждого своя уникальная история. И этот, короче, мы пошли. Все об одном, правда. Да-да-да, все об одном. Ветер дует, она, типа, платье поправляет. Я говорю, да ладно, что ты ей так за жопу ее, короче, беру этот. Типа не переживай, платье там никто ничего не увидит. Она, ну, вообще ничего, руки не убирает. Нет, да, конечно, я подкормлюсь. Да, все покормлю вместе. Скажи, я этот... А, что, фотка есть? Заврису, что ли? Что там, Алло? Блядь, ну, хуй знаю. Это точно она, Паша? Дай посмотрим. Ну, правда, не расстраивай меня. Что? Нет, ну, на самом деле, да. Блядь, я пошел, я выхожу. Она нормальная? Ну, ладно, может, она нормальная, не знаю. Вот здесь у меня ощущение, что это, короче, глубокие восьмидесятые годы. Это чья-то, блядь, мама, вот, когда ей было 20, не знаю. Не, ну, ей 31. Проводница, блядь. И, ну, смотри. В целом она тебе понравилась, да? Только вот эти штуки. Ну, и что-то как-то мне стало, да, неприятно. Ну, вот сейчас точно понятно, что я проводил. И чем кончилось-то? Я проводил это, в метро, короче, посадил это. Она подумала, как вы заебали оленьем. Ну, как бы, допускаешь мысль, что боялся, наверное, что не срастется и будет неприятно. А ты еще бы хотел себе встретиться? Да. Блядь, наверное, нет. Ну, как бы, если было прям нет, ты бы сразу ответил. Мне надо выйти. Блядь, освободить языков. Ну, понятно, Паш, что, как бы, а чем бы ты потерял, если бы, вот, ну, случился с ней секс? Куда это прессовывать? Я себе такой вопрос задавал в этот момент. Ну, в принципе, ну, так бы, чем бы потерял. Стало быть, если бы тебе хуже. Ну, через лоху. Нет, как бы, давай так, а что... Не завязывай? Ну, как бы, что бы случилось, если бы секс был плохого? Если бы секс с ней случился, что было бы плохого? Ничего не было. А что было бы хорошего? Ну, как бы это. Ну, как бы это. Теологию, да. Да. Еще что было бы хорошим? Ну, что-то я, может, себя, может, где-то уважать, но стал больше, а может... Ну, как бы, ладно. А еще что? Когда я говорил, что здесь люди, которые любят, ну, принимают себя, в том числе и Паша, ну, как бы, я забираю сейчас слова обратно, потому что это логика всех, кто здесь собрался, в том числе, там, и меня какое-то время назад, когда, типа, я выебав какую-то женщину, стал бы себя больше уважать. Ну, как бы, почему мой друг Санек, не выебав женщину, все равно себя уважает, не знаю, независимо от этого? То есть, чего было бы еще хорошего? Ну, опыт какой-то был бы, то есть, как бы, процессы, как можно прийти с женщиной к сексу. Ну, я не про самооценку, я имею в виду, что опыт был бы, наверное, да, какой-то. Когда последний раз у тебя был секс с женщиной? Ну, примерно. В феврале где-то. 2006, да? Нет. Ну, смотри, хорошо, сегодня какой месяц? То есть, почему бы не поебаться? Такой скромный вопрос. Ну, в принципе, если она тебе нравится, если там все, ну, кроме вот этих веснушек, не знаю, почему из веснушки вообще, блядь. Ну, то есть, просто, как, я сейчас не для того, чтобы мы все тебя тут, типа, зачмырили и поржали на тобой, а потому что, как только ты сам для себя примешь, блядь, че, ну, как бы, я сам себя просто, ну, наебал. Че-то я, короче, не рискнул, там, не знаю, или не решился, или подумал, что, блин, а вдруг там, как вот люди любят, говорят, у меня страх успеха, поэтому я не подхожу. Ну, то есть, когда ты сам для себя поймешь, что, да, это реально просто сейчас какие-то отговорки, ты где-то не решился сделать, там, следующий шаг, то тогда будет движение, тогда ты рано или поздно от этого избавишься. Если ты будешь сам себя наебывать, говорить, что там, мы веснушки, это не понравилось, это не понравилось, так ничего и не будет. То есть, ну, это очень удобно, ты себя будешь каждый раз обманывать, в эту же херню верить, и, как бы, ну, роста не будет. То есть, точка роста, вот эта точка А, когда ты понимаешь, что, блядь, жопа, я это признаю, это мой косяк, я так больше делать не буду, нужно сделать те-те-те действия, или эти-те действия не делать, и все. И тогда я рано или поздно окажусь в точке Б. Вон, если к Родиону человек придет, блядь, не знаю, и будет, говорит, я не болен, как бы, его и не вылечит. Понимаешь, ему надо сначала осознать, что у него есть проблема, болезнь, прийти к нему, сказать, чувак, вылечи меня. Короче, Паша, ну, блядь, не наебывай себя в такие моменты. Или звони мне. Говорю, Вован, такая фигня, сижу, вот увидел эти самые веснушки. Проблевался, сходил, короче, что делать дальше? Ну, то есть, Паша, на мой взгляд, это вот, да, вам с венгром надо подружиться. Че там? Я не знаю, я здесь нескоративно встречаю. Че там? Мы встретились в центре, где, как-то договорились, я пытался взять за руку, он говорит, нет, я по улице за руку не трогаю, но... Где вы этих тёлок набрали вообще? Где вы их набрали? Вы их в этот... В Новодевичьем монастыре, что ли с ними, блядь, познакомились нахуй, на экскурсии? В Сергиев Посад съездил там, матушку-настоятельницу... Пожуханная. Пожуханная? Это как понять? Ну, я не знаю, она не выглядит, как монашка. А Пожуханная, это что значит? Ну... Я говорю, окей, пошли, так, ну че, будем гулять? Я говорю, нет, сейчас пройдём сюда, до кафе сядем, будем общаться. Дошли до кафе, она говорит, давай здесь сядем. Я говорю, я здесь не хочу, здесь жёстко, мы пойдём на мягкие диванчики сели, начали общаться. И минут 15 просто общались, потому что я не мог поймать тот момент, когда уже переходили кинестетике и всё сводить к сексу. А ты думал, что это через 16 надо минут делать, что ли? Ну, ты как, не сообразил просто разные руки там, или ещё что-то, знаешь, положили.